Кир Булычёв. Долг гостеприимства. Я сидел в старом с вылезшими из спинки тростинками кресле и курил. Через полчаса придётся подниматься, покидать прохладную веранду и пересекать раскалённую площадь Камают, потому что лавка парса, который торгует сигаретами и табаком, стоит там, у автобусной остановки рядом с полицейским участком. Апрель плох тем, что даже в пять часов вечера душно так же, как в полдень. Красный лепесток с дерева кокабин пролетел сквозь распахнутую дверь веранды и улёгся мне на лоунжи. Скоро придёт муссон, тогда станет прохладнее. На заднем дворе женщины громко стучали кастрюлями и ножами и мешали мне сосредоточиться. Это раздражало меня, потому что в семь часов мне надо было идти в университет, где собирались любители языка древних пью, и я должен был доложить им о переводе надписи на золотом листе, найденной в Лейктана. Но я так и не перевёл надпись, потому что было жарко, и в довершении всего сломался фен. Пришла мать Индо и попросила у меня пять джана чили, сноска чили-перец. Потом она ушла, и наступила тишина. Только выкрикивал что-то продавец воды, да гудели на площади большие японские автобусы. Я, наверное, задремал, и не заметил, как незнакомый человек вошёл и сел в кресло напротив меня. Он кашлянул, и когда увидел, что я открыл глаза, сказал, «Простите, что я вас осмелился побеспокоить, но я очень спешу». Я кивнул ему, но не стал ничего отвечать. По правде говоря, я даже и не знал, что ему ответить, потому что, посудите сами, разве не удивительно проснуться от того, что на твоей веранде в твоём кресле сидит незнакомый человек? Но задумываться о причинах такого визита не хотелось. Я не имел возможности предупредить вас о моём приходе заранее, но, зная вашу отзывчивость, я посмел вас побеспокоить. Он не был похож на нищего или на попрошайку. Он был одет, хотя и странно, но чисто и опрятно. Возможно, он приехал с гор. Мне, сказал посетитель, нужны корни швединды. — Что? — Корни того растения, о котором вы писали статью в журнале Берманского исследовательского общества. Вы — наша последняя надежда. — Ничего не понимаю, — признался я. У нас вспыхнула эпидемия полиграматоза, и мы не можем с ней справиться. Вы же в своей статье писали, что чинские пастухи лечат скот корнями швединды. — Нет, он не был нищим, но он не был и берманцем. Говорил он по-бермански правильно, но с акцентом. — Я никогда не слышал, чтобы полиграматоз встречался у скота за пределами чинских холмов, — ответил я. — Теперь-то он уж будет вынужден сказать, откуда он появился. — Мы тоже так думали, — ответил мой собеседник, но потом, очевидно, в последнюю экспедицию случайно завезли вирус. — У вас в стаде чинские породы? — Не только. Но болезнь перекинулась на другие породы тоже, и самое печальное — заболел один из зоологов. — Не может быть, — сказал я. — Да, люди не подвержены этой болезни. Но разве вы не допускаете, что вирус мог акклиматизироваться и изменить свойства? Я подумал, что гость прав. Но что я могу сделать? Мне вдруг захотелось курить, но за сигаретами надо идти на площадь, а гость вроде бы и не собирается меня покидать. — Понимаете, уважаемый, — сказал я, — у меня нет корнейшевой Динды. — Ни единого? — И не было. Да и поможет ли вам один корень? Я вам советую отправиться, не мешкая, в Минские холмы. Там у меня много знакомых, и я могу дать вам рекомендательные письма. Мне не нравилось в гости то, что он не представился. Он-то знает, кто я такой, а я о нем ничего не знаю. Может быть, разговор о Швединде просто предлог, чтобы забраться ко мне в дом. Ведь ограбили же позавчера моего соседа, начальника департамента, у Швейминта. — Мне достаточно одного корня, — сказал посетитель. Он явно был расстроен. Мы можем быстро синтезировать лекарственный препарат. Неужели во всем Рангуне нет ни единого корня Швединды? Я задумался. Несколько корней и даже живых растений может быть у Маунтина. Это мой друг. Он работает в ботаническом саду. Давайте я напишу ему записку. Вы сядете на автобусу Камаюта и доедете до Кандагали. — Простите, — сказал мой гость, — у меня такое впечатление, будто вы мне не доверяете. Но прошу вас, поверьте мне, положение в самом деле настолько серьезное, что не терпит никаких отлагательств. Я даже не могу потратить лишние минуты, чтобы объяснить вам все по порядку. От того, согласитесь ли вы помочь, зависит наше благосостояние и, возможно, даже жизнь людей. — Я и не думаю отказывать вам в помощи, — ответил я. Мне было неприятно, что он отгадал мои мысли и упрекнул меня в равнодушии. Я сделаю все, что в моих силах, только не сейчас. Дайте мне два дня сроку, и тогда все выяснится. Я напишу моим друзьям в Минские холмы. — Большое спасибо, — сказал гость. — Однако я должен вас через минуту покинуть и вернусь только завтра вечером, в шесть часов, точно в шесть. И у меня нет никакой возможности самому поехать в ботанический сад. Вы бы меня очень обязали, если бы сегодня же сделали что-нибудь. Завтра я вам все объясню подробнее. И на полусловие мой гость исчез. Только что он сидел в кресле напротив, и вот нет его. У меня мелькнула мысль, что весь разговор мне померещился. Чего только не бывает в такую жару. Но я сразу отбросил эту мысль, ведь я мог с точностью до деталей вспомнить не только весь разговор, но и одежду незнакомца, его манеру держаться. Мир был так же реален, как и минуту назад. Так же постукивали ножи на заднем дворе и гудели автобусы. Нет, видно, не придется мне сегодня читать доклад в университете. И я даже почувствовал некоторое облегчение, ибо я так и не придумал способа разделаться с этой надписью на золотом листе. Я крикнул женщинам, что на час уеду, и вышел на площадь. Моего гостя нигде не было видно. Где-то в глубине души я надеялся увидеть его на остановке автобуса. Я купил у парса пачку сигарет серебряный слон и остановил рикшу. Вело рикши неспеша нажимал на педали и даже остановился раз у парка сопротивления, чтобы поболтать с приятелем. И я знал, что торопить рикшу бесполезно, а потому покорно ждал, пока разговор закончится. Завтра праздник. Женщины уйдут в пагоду, и у меня будет свободный вечер. Когда придет незнакомец, никого дома не будет. Я не был уверен, хочет ли он, чтобы его увидели. Кстати, он не спрашивал меня о здоровье моих близких. Мы проехали по берегу Королевского озера, миновали зоопарк и союзный клуб. Маунтин живет рядом с ботаническим садом. К счастью, я застал его дома. Тот не удивился моей просьбе. У нас в саду их целая лужайка. Можешь выкопать, сколько тебе надо. Ты пройдешь со мной, Ко Маунтин, а то сторож может не разрешить мне. Мы дошли до ботанического сада за пять минут. Стало уже чуть прохладнее. Вот-вот начнет темнеть. У входа в сад стояла синяя полицейская машина. Что-то случилось. Мы подошли к машине. Старик, выцвевшим ломжи, видимо, сторож, повернулся к нам и поздоровался с Маунтином. В саду побывали бандиты Сая. Сноска. Сая — учитель. Маунтин, — сказал он. Они чуть было не разграбили весь сад. Ну уж не может быть, улыбнулся мой приятель. Что может понадобиться бандитам в ботаническом саду? За сторожа ответил молоденький лейтенант полиции. Кто-то неизвестный пытался проникнуть в сад. Но когда сторож начал звать на помощь, скрылся. У меня только палка, — сказал сторож. Я давно просил директора, дайте мне ружье. И вот чуть было сад не ограбили. Как вы заметили злоумышленника? Спросил Маунтин. Сначала он ко мне подошел. Такой бледный и в брюках. Наверное, иностранец. И спросил, как ему увидят директора. Он говорил по-бермански. А как же еще? Я говорю, директора нет. Сад уже закрыт. А он спрашивает, где живет директор. Я отвечаю, в Янкине. На автобусе надо ехать. Он тогда спросил, а кто еще его может пустить в сад? Я говорю, никого здесь нет. Он тогда и просит меня. Пусти в сад. Я заплачу. Мне, говорит, одна растение надо увидеть. Какое растение? Вырвалось у меня. Не то швединга, не то швединда. Я в этом не разбираюсь. Я и говорю, не знаю такого. Кокосовую пальму знаю, манго знаю, бамбук знаю, орхидею знаю, швединду не знаю. Я заметил, что Маунтин с подозрением взглянул на меня. А когда он здесь был? Спросил я сторожа. Полчаса как пропал. Как так пропал? А когда я его не пустил, он говорит, что ему обязательно нужна эта швединга. И ему некогда к директору ехать. Тогда я и понял, что он бандит. Я ему и говорю, уходи, а то подниму тревогу. Он вроде бы согласился. Зашел за угол. Я на всякий случай за ним пошел. И вижу, он через забор перемахнул и в сад. Пришлось мне бежать к воротам, открывать их и за ним. Вижу, он уже далеко. Идет по саду и, видно, не знает, чего искать. Все этикетки читает. Я подбежал к нему, палкой замахнулся. И тут он пропал. Может, он даже не бандит, а над? Сноска. Над. Злой дух. Та часть рассказа, в которой бандит исчез, ни у кого кроме меня не вызвала интереса. Сторож был старым, и, может быть, ему хотелось напустить таинственности, чтобы сгладить свою оплошность. Может, тебе почудился, бандит? Спросил лейтенант полиции. Да, люди подтвердить могут, кричал же я. Полицейский казался неубежденным этим аргументом. «Земля сухая», — сказал он. «Следов нет, ничего не пропало, так что мы поехали. А если что, напишите заявление районному комиссару». Полицейская машина уехала. Я спросил старика, а в котором часу исчез этот человек. Старик вытащил из кармана рубашки старинные карманные часы и показал мне на циферблате пять часов сорок пять минут. Я поверил старику. Точно в это время пропал мой гость. «Знаешь, что меня удивляет», — сказал Маунтин, когда мы шли с ним по дорожкам ботанического сада. «Совпадение. Приходишь ты и просишь ни с того ни с сего корни швединды. И, оказывается, в саду уже побывал правитель, которому та же швединда до зарезу нужна». Я, конечно, полицейскому говорить не стал, а то бы он очень заинтересовался. «Я тебе потом все расскажу», — ответил я. «Но будь уверен, что золото в этой травке не обнаружено». Больше Маунтин ничего не сказал. Он был настоящим другом и не задавал лишних вопросов. Делянка с кустиками швединды находилась в стороне от основных аллей. Я выкопал несколько растений и положил в захваченный из дому пластиковый пакет. «Когда я возвращался домой, то решил, что обязательно заставлю незнакомца рассказать мне все по порядку. Без этого растения не отдам. А что, если и в самом деле в корнях обнаружено золото? Или еще важнее — уран? А я ему поверил». Гость появился, как и обещал, ровно в шесть. Дома кроме меня никого не было. Он не входил на веранду, а появился из ничего рядом с креслом. Сделал шаг и сел напротив меня. «Простите», — сказал он, «мне трудно ходить. Очень большое давление». Он помолчал немного. И, видя, что я тоже ничего не говорю, продолжал. «У вас, очевидно, есть ко мне несколько вопросов. Наверное, вы узнали и о моем спутнике, который посетил вчера так неудачно ботанический сад. Но поймите его положение. Не спешите осуждать его слишком строго. Только за вчерашний день у нас спало девять тысяч голов скота. Заболело еще два биолога. Ответьте мне только на один вопрос. «Вы достали корень?» «Корень я достал. Но, простите, не отдам его, пока не удостоверюсь». «Понимаю вас». «Спрашивайте». В моем распоряжении двадцать минут. И я постараюсь ничего не утаить. «Тогда скажите сначала, кто вы такой? Откуда вы?» «Я прибыл издалека, с другой планеты, даже с другой звезды». «Так как же? Где же мой корабль? А его нет. Я передвигаюсь во времени». «Знаете что?» Начал я. Я хотел дать ему понять, что хоть я и выдержанный человек, издеваться надо мной нельзя. Гость как будто и не заметил моего возмущения. «Разрешите снять маску», сказал он. «А то у вас так жарко». Гость провел рукой по лицу и... Лицо осталось у него в руках. На меня смотрел кто угодно. Над, Дев, Бодисатва. Сноска. Божества и духи восточно-азиатской мифологии. Только не человек. Не бойтесь. Очевидно, мой вид не очень приятен, но можете поверить, что это взаимное чувство. Я знаю, что вы мыслящее существо, а потому напоминаю, что от внешности мало что зависит. Ко всему привыкаешь. А если вам в голову при виде меня приходят всякие басни о завоевателях чужих миров, поверьте мне, что это только басни. Мыслящим существам нет никакого смысла завоевывать землю. У нас своих дел по горло. А я не испытываю к вам чувства отвращения, сказал я. И я говорил правду. В самом деле, для того, чтобы завоевать землю, ему не надо было приходить в гости именно ко мне. Мы уже бывали на земле. Первый раз много лет назад, когда не был еще построен Тадж-Махал, когда у нас было довольно много времени. Мы взяли с собой образцы вашей флоры и фауны, но решили, что ваша цивилизация еще не созрела для того, чтобы вступить с ней в контакт. Скот, привезенный с земли, у нас прижился и даже вытеснил другие породы. А еще раз мы побывали на земле недавно. Тогда нам удалось скопировать содержание ваших библиотек, но в контакты снова не вступили. На этот раз потому, что в нашем распоряжении было слишком мало времени. Сейчас же, несмотря на то, что располагаем минутами, мы вынуждены были обратиться к людям. Ведь, как говорят у вас, несчастье сближает. А вот через три года мы сможем прибыть на землю с таким расчетом, что останемся здесь надолго. Тогда-то и познакомимся как следует и надеемся, что знакомство будет плодотворным. Да, но как же вы вернетесь к себе, если расстояние до вас в несколько световых лет? Как я уже сказал, мы путешествуем во времени. Но как же тогда с расстоянием? Видно, вы читали книги Уэллса и других писателей. Они пишут, что если вы путешествуете во времени, то обязательно окажетесь, допустим, через сто лет в том же месте, откуда отправились. А как же иначе? Так в этом-то и ошибка. Ведь Земля движется в пространстве, Солнце тоже передвигается. Если вы окунетесь в океан времени в этом году и захотите попасть в прошлое, то вы в прошлом окажетесь в той же точке пространства, из которой вы начали путешествие, не так ли? Возможно. А в этой точке Земли уже нет. И Солнца нет. Они ушли. Унеслись за сотни световых лет. Вы окажетесь в вакууме. А в лучшем случае на другой планете. Теперь вы меня поняли? По-моему, да. Теперь представьте себе время, как океан. Если мы нырнем в него, то можем достичь любой точки прошлого. Можем плавать в нем. Остается только рассчитать, какая планета окажется в то время в точке Вселенной, из которой вы начали путешествие. Значит, вы живете в будущем? Нет. Мы живем одновременно с вами. Поэтому я и предложил аналогию с океаном. Ведь можно перемещаться только в том времени, которое уже прошло. Будущего ведь еще не существует. На космическом корабле мы вылетаем в определенный, точно вычисленный пункт. И знаем, что, допустим, тысячи лет назад в этой точке была одна из планет звездной системы Х. С нее мы перемещаемся таким же манером еще на одну планету. И так далее. То есть то уходим вглубь времени, то возвращаемся к поверхности океана, к сегодняшнему дню. Наконец добираемся и до Земли. Кстати, Земля не единственная планета, до которой мы добрались. Но об этом в следующий раз. Очень интересно, искренне сказал я. «Теперь вы должны понять, почему я так неожиданно исчезаю. Ведь стоит мне замешкаться на секунду, и я попаду не в нужную точку, а промахнусь на много тысяч километров». Такое случалось. И об этих путешественниках никто больше не слышал. Гость довольно откровенно посмотрел на висевшие над головой часы. Я, не говоря больше ни слова, достал из ящика стола пакет с корнями швединды. «Не знаю, как уж и благодарить вас», сказал гость. «Будем надеяться, что с вашей помощью мы справимся с эпидемией. Не надо благодарности. На моем месте вы поступили бы так же». «Да, и так через три года я к вам зайду». И гость исчез. «Я знал, что его уже нет на земле. Сколько вопросов я ему не успел задать. Теперь ждать три года. Я знаю, что он вернется. И надеюсь, что корни помогут им. Кто-то сейчас благодарит жителей земли. Хорошо, что я ему поверил, а не прогнал, поддавшись неразумному гневу.